Привет всем ребят, на связи GrimOptimist и сегодня, как обычно, будет такой небольшой подкаст-рецензия, посвящен он будет сериалу под названием Roots, на русский можно перевести как Корни. Вообще, в последнее время киноиндустрию что-то лихорадит в плане вот именно фильмов про рабство, сначала был вот нашумевший фильм 12 лет рабства, я его тоже смотрел, вот, но он мне не очень сильно понравился, потому что это откровенная чернуха просто, да. То есть, конечно, я понимаю, что это не с пустого места все, что такое было в реале, да, но у меня вот при просмотре данного кинофильма, именно вот 12 лет рабства, складывалось устойчивое такое впечатление, что фильм снят вот просто, чтобы показать, что вот, господи, какой кошмар был, никакой особой морали в фильме нет, то есть просто показаны ужасы вот этой рабской жизни, то, через что людям приходилось пройти. То есть, конечно, такая, ну, такие фильмы тоже имеют право на жизнь, но мне не понравился этот фильм. При просмотре же сериала, ну, вообще, я считаю, Рутс называть сериалом не совсем правильно, потому что там 4 серии всего, да, и плюс снято все на таком высоком уровне, да, с таким актерским составом, что, ну, это чисто киношное, то есть, да, все. Поэтому я все-таки склонен называть это фильмом, поскольку, ну, даже если сложить все части вместе, то хронометраж кинокартины, в принципе, не такой уж большой, у нас современные блокбастеры некоторые практически такой же имеют, поэтому можно просто назвать фильмом. Мне так просто, ну, как-то привычнее, что ли. При просмотре данного произведения могу вам сказать, что уже не было такого ощущения, что это просто адовая чернуха, да, то есть, показалось то, что, ну, во-первых, как по мне, именно из-за игры актеров снято гораздо лучше, то есть, да, больше персонажей как-то тебе нравятся, и фильм просто скорее про человеческую силу, если вот 12 лет рабства, это, знаете, наоборот, про человеческую слабость, наверное, то есть, про то, как люди, ну, какие они ублюдки, какие они слабые, то есть, и так далее, ну, там главный герой даже он, ты ему сопереживаешь, конечно, понимая, через какой кошмар, да, даже не столько ему сопереживаешь, сколько, наверное, другим там персонажам, тоже рабам, но нет такого, что вот, знаете, как-то они превозмогают именно, и как-то вот чем-то все это заканчивается, то есть, ну, я не знаю, как это объяснить, короче, кто смотрел, он меня поймет. То есть, здесь не совсем так, здесь показано, что все вот эти вот страдания, да, они были не просто так, и то, что это привело к результату, что, ну, грубо говоря, у этих вот всех, ну, почему называется корни-то сериал, потому что у этих всех людей, которые пережили все вот эти кошмары, да, связанные с рабством, у них сейчас есть потомство, и то, что все, что они делали там, страдали и выживали, это было не зря, да, и то, что их помнят, как бы, да, то есть, я так понимаю, даже вот я уловил такой смысл, то, что фильм, как бы он, возможно, некоторых негров, да, которые живут в Америке, он сподвигнет как-то изучить свою историю, вот, то есть, ну, изучить историю именно своей семьи, то есть, откуда он произошел, я думаю, что такой посыл тоже есть. Вообще, как бы чувствуется, что фильм снят именно как-то, наверное, черными, но, в принципе, я, ну, как бы, понимаете, не могу их за что-то упрекнуть, то есть, понятно, что у них вот такая история ужасная была, и они, как бы, ее помнят, и они, возможно, пытаются рассказать ее белым, да, то есть, людям, вот, особенно нам, русским, например, или кому, ну, не то, что они для нас снимали, для русских, но, возможно, тем белым, которые даже не, ну, не американцы, просто потому, что нам это не совсем понятно, то есть, у нас в стране было совершенно не так все, то есть, там, до Петра I у нас вообще рабства как такового не было, там, Петр I стал все это водить, но, тем не менее, то есть, понимаете, да, в такой форме, как в Америке, у нас никогда не было, то есть, что людей по какому-то расовому признаку не считают людьми вообще, то есть, у нас даже вот обельные холопы, они все равно считались людьми, то есть, да, они были людьми низшего сорта, их можно было там зачастую и купить и продать, вот, но, тем не менее, это не было в такой жуткой форме, и даже издевательства над, грубо говоря, теми же холопами, они не могли быть беспочвенными просто так, то есть, ну, вот случай, который рассказывал еще Клим Жуков в своем, в своей передаче у Пучкова на канале, про Салтычиху, которая била плетьми до смерти крестьян, то есть на нее все-таки донесли потом императрица, и Салтычиху все-таки посадили за это, то есть, при том, что страдали только вот, ну, по сути, рабы, да, но, тем не менее, то есть, просто так вот из садизма, да, забивать, ну, это как бы, ну, это было противозаконно, то есть, по сути, надо было за какое-то нарушение только можно было наказывать, просто так было нельзя, ну, и убивать тоже просто так, как бы, ну, там это списывали, понятное дело, там, на какие-то болезни, может быть, и так далее, но формально хотя бы это было нельзя делать, то есть, понимаете, просто так взять и забить раба до смерти, Без причины, было нельзя Тебя не поймут просто С точки зрения тогдашней морали Это было неправильно Ну и закона тоже Конечно тоже у нас там, говорю, были свои инциденты Это понятно, я не буду углубляться Тем более я не специалист, я в этом разбираюсь поверхностно Но такого трэша Как в Америке у нас не было То есть именно когда, говорю, черный не человек Вообще относились как к предметам Или даже не как к скоту А вот как просто к вещи То есть до такой степени мы не опускались И возможно нам это все не понять Именно в такой точке зрения И как мне показалось Я старательно обхожу именно сюжет Я немножко расскажу про сюжет вам Но я спойлерить не буду Потому что вот эти мои подкасты Обзоры, они без спойлеров В этом их смысл, чтобы люди послушав меня Могли посмотреть фильм и ничего не потерять Вот Блин, я забыл, чего я говорил Короче, ладно, к сюжету давайте Суть в том, что Повествование идет изначально От лица молодого африканского воина Которого зовут Кинта Кунта И он попадает вот в рабство в Америку И сначала он не может смириться с этим В итоге там Его заставляют Не буду рассказывать как Это такой довольно сильный ход Вот И Повествование плавно переходит К его детям Потом к его внукам И К правнукам даже И так далее То есть показано там Вплоть до гражданской войны Америки Да, то есть Начало повествования там Еще 18 век То есть Показано то, через что Все эти люди проходили И что вот в конце концов Это не зря то, что они добились Там, воевали на северной стороне Там и так далее То есть как бы Показаны героические поступки И это все как бы Исторически обоснованно Ничего тут особо не придумывали Хотя произведение, конечно Художественное Надо понимать, что Учить историю по нему нельзя Но я думаю, что тут Особо они от темы не отходили Причем не было как бы Ну, такого, что Показаны все белые там Зачастую уродами там И так далее То есть Там есть разные персонажи То есть есть и Ну, как и люди Бывают разные, да Есть хозяева, которые жестокие Да, просто Ну, садисты Есть и те, кто Просто прагматики То есть там Зарабатываешь им денег Они к тебе нормально относятся Там, да Как бы Ну, там чуть ли не дружеские отношения Могут быть какие-то То есть Ну, просто Кто-то из хозяев Позволял рабам выкупаться То есть копить денег Заплатить, типа, за себя И стать свободным человеком То есть Такие случаи тоже были Да, но Как бы Именно вот смысл, что люди разные Именно, ну, бывают Хорошие, плохие и так далее И Самое такое, скажем Ну, наверное, сильное То, что Снято все очень реалистично То есть Поскольку у фильма Я так подозреваю хороший бюджет И говорю Очень мощный актерский состав Там один Форест Витакер Че стоит, да Как бы Скороносный актер Негр, да Я буду называть их неграми Потому что я не вкладываю В это слово Никакого оскорбительного смысла И ничего там такого не вижу Это просто раз Я не знаю Я европеоид Грубо говоря Белый Ну, он черный негр Какая Ну, это просто, блядь, факт Как бы Не вкладывается Конечно, называть Я понимаю, почему они, допустим Терпеть не могут Когда их называют нигерами Сейчас, да Потому что Тогда это Ну, в это слово было вложено Вот именно Ну, вот Все неуважение И сейчас Ну, это Я могу их понять То есть мне на их месте Было бы тоже неприятно Ну, да И поэтому Как бы То, что они сейчас против Это нормально То есть я к этому нормально отношусь Другое дело То, что политкорректность Вот именно Она сейчас достигла Вот тех вот Зачастую Цирковых каких-то высот То есть Когда это все превращается Просто в какое-то шутовство То есть При том, что реально Был промежуток жизни Да Ну, история Америки Да Когда вот Были такие постыдные вещи То есть Откровенно говоря Да Вместо того Чтобы как-то Ну, понимаете Нужно История, она движется Нужно сделать выводы Из ситуации И стараться не допустить Этого в будущем Получается, что Даже сейчас Да и на самом деле В Америке Что вы думаете Рабство Вот они отменили Там И что Что-то изменилось Там очень долго Еще негров не считали За людей практически То есть Да, формально Они не были рабами Но к ним там Им нельзя было там Садиться Да там Вплоть до Середины века Прошлого Там Нельзя было ничего делать Вообще практически То есть Отношение к ним было Все равно Как к людям второго сорта Да И могли там Там Куклуц Клан Если вспомнить Хотя это была Ну, такая Организация Понятное дело Что неофициальная Но Суть в том Что Как бы У них это Ну, длилось Далеко Намного дольше Чем длилось Рабство И До сих пор Как бы Отголоски этого есть Что белые с черными В основном Друг друга не любят Но это Можно понять То есть И Как бы Вот такие фильмы Как мне кажется Кто-то может сказать Что Да Вот Снято для того Чтобы Лишний раз Черный посмотрел Этот фильм И возненавидел белых Мне кажется Все-таки нет Потому что В фильме Есть разные персонажи Да Плюс Мне показалось Что основной Все-таки посыл Картины В том Что Ну, во-первых Что нельзя Как бы Что нужно Помнить свои корни Прежде всего Да Что это Ну, это нормальный Абсолютно посыл То есть Фильм черный И надо понимать Что Ну, как бы Посыл там Для черных В основном Кроме того Показана Ну, вот Сила человеческого Духа Опять-таки Да Плюс Показано То, что Мы все люди То есть То, что Черные тоже люди Белые тоже люди Были тогда То есть Ну, как бы Ну, не знаю Вот мне показалось Что даже Какой-то Анти Такой Вот Российский Спасыл То есть В фильме Да То, что Посмотрев Вот этот В кино Да Нормальный Человек Он Ну, любой Мне кажется Человек Он начнет Сопереживать Персонажам Потому что Ну, их жалко Просто Ты понимаешь Что это Трэш Что творилось Там Да То, что Ну, как Там с ними Обращались Там Некоторые люди Да И так далее И ты Начинаешь Сопереживать И возможно То есть Даже Какой-то Белый человек Там Американец Посмотрев Данное кино Он Ну, пересмотрит Свои мнения То есть Понимаете Касательно Черных То есть Даже если Допустим У него были Какие-то Предрассудки До этого Момента То он Возможно Поймет Что Ну, такая Вот Как бы Ну, такие Вот люди Жили Да Они прошли Через ад И То, что Сейчас у них Сохранилась Какая-то Злоба Это Ну Это как бы Неправильно Вот Но Как бы Это Ничего там Странного Нет В том Что Возможно Какие-то Расфры до сих пор Да Причем Они Говорю С обеих сторон Есть И Я считаю То, что Такие фильмы Конечно Нужно снимать Другой вопрос Что Не нужно Ими злоупотреблять То есть Да В том плане То, что Ну, не нужно Снимать Очень много Таких фильмов Но Вот Рутс Это Очень хорошее Кино Просто Отличные актеры Шикарные Декорации Очень Все Реалистично Показано Есть Там Сцена Дуэли Очень Крутая Прямо Мне Аж Прямо Так Цепануло Ну И Вообще В целом Как бы Очень Мощное Мощное Кино То есть Просто Показана История Вот Именно Вот Этого Народа Который Прошел Через Все Круги Ада По сути Да И Как бы И то Ну В основном Посыл Что Это Было Не зря То Что Что Сейчас Потомки Живут Как бы И Их Предки Сражались За независимость И сейчас В принципе Они Этой Независимости Добились Так что Рекомендую Посмотреть Единственное Фильм Сразу Говорю Довольно Тяжелый То есть Там Нет Прямо Гольной Чернухи Как это Было В 12 Лет Рапство Где Просто Одна Чернуха 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 Вообще Ничего Хорошего Брэд Питт Единственный Персонаж Ну и Первый Хозяин Был Ничего Такой Более Менее Положительный Персонаж И Брэд Питт Там Был Такой Прям Ярко Он Правда Там Эпизодическую роль Сыграл Но Тем не менее Все остальные Там Ублюдки То есть Белые Ну и Понятно Что По мне Такие Фильмы Как раз Показаны Ну Я не знаю Они какие-то Странные А вот Рутс Он Более Такой Он Больше И так далее А просто Видно Что снимали Вот именно С какой-то Целью Есть Есть Мораль В фильме Есть Какой-то Посыл Да Есть Просто Хорошая Игра Актеров Интересный Сюжет И В целом Как бы Возможно Вот Это позволит Скажем так Немного Понять Друг друга То есть В какой-то Степени Там Есть Разные Моменты Там Есть Момент Когда У человека У него От рабыни Рождается Ребенок То есть Ну Он Изнасиловал Ну как Изнасиловал Это сильно Сказано Потому что Они особо Не сопротивлялись В общем От белого У черной Родился Сын Мулат И Сам же Отец То есть Он К нему Относится С одной стороны Как к рабу Все равно То есть Он его в конце Даже Отдает Да Он там В нормальные Условия В Англии Его отдает Но это Не такой уж Спойлер Но При этом Он все равно К нему Относится Как к рабу То есть Да Они там Даже Что у них Какие-то Дружеские Отношения Все равно Есть То есть Очевидно Что нет У них Какой-то Ненависти В основном В основном Сюжете Но Тем не менее Все равно Нам это Не понять У нас Допустим Такого Не было Что Понятие Если от тебя Родился ребенок Даже у рабыни То Считать его Рабом И относиться К нему Как к рабу Это Ну это жесть Это твой ребенок Черт подери Он наполовину С твоей крови Состоит А ты Его считаешь Рабом Ну нам Это Наверное Русским Просто Не понять Потому что У нас Такого Вообще Никогда Не было То есть Да Конечно Дети Рожденные От Холопок Они В правах Были сильно Урезаны По отношению К Чистокровным Детям Но Рабами Они не были То есть Они становились Воинами И так далее Иногда Даже немного Продвигались По колено Что далеко Ходить Князь Владимир Во времена Княжей Руси Он был Сыном Холопки Это слава Но при этом Он стал Потом Великим Князем Да Изначально Он не был Великим Князем То есть Был Ярополк Был Олег Вот Но Тем не менее Владимир Он был В Новгороде Тогда Насколько Я помню Если мне память Не изменяет То есть Он был Князем Новгорода Да И Хоть он Был И Этим Он был Первым Правда Сыном Старшим Но Он был От Холопки То есть Он был Если бы Невозможно Ничего утверждать Но В основном То есть У нас было так И нам Это не понять То есть Для нашего Менталитета Это чуждо То есть Когда ты Своего ребенка По сути Обрекаешь на рабство Да Это Странно Ну Я понимаю Что он черный Да Он неполноценный Ну Выкупить Хотя бы Из рабства Ты можешь Сделать его Свободным Человеком Это твой сын Черт подери Просто Твой сын Ты должен Его выкупить Он должен Да Он мулат Ну Хрен с ним Он твой сын Но ты должен Его выкупить Все равно Чтоб он был Свободным Ну Это Любое Нормальное Как бы Ну Понятно Что он не станет Тебе равным Ну Просто Потому что Все на тебя смотрят Условно говоря Ты на виду И не поймут тебя Да Но Говорю Подарить ему свободу Это нормальная Была бы мысль У любого из вас Наверняка Ну Первое Что пришло бы в голову Да Там нет То есть Там такого не было Вот То есть Показана именно Вот разница В менталитете Чтобы Можно Возможно Можно как-то понять Чернокожих То есть Что вот Ты жил в Африке Да У тебя все было хорошо Ты был воином Там все И тут тебя забирают Куда-то ты должен там Служить И тебе говорят Что тебе дают Другое имя Не то Которым тебя мать назвала Ну И плюс И все Как бы Ну Это конечно ужасно В общем Кино сильное Рекомендую Еще раз говорю К просмотру Детям смотреть Не советую То есть Лет наверное До 16 Я бы наверное Не стал все-таки Показывать Ну Может до 14 Потому что Есть там моменты Жесткие Вот Если вам интересна Эта тематика Смотрите смело Пока вот на данную тему Это лучший Лучшее кино Которое я видел Вот там еще По-моему 97-го года Было там С этим С Хороший фильм С Эйн Эйцент А не Хопкинсом И с этим Фрименом Блин забываю С Гордоном Фрименом Да Этот Был неплохой фильм Я не помню Как он называется На А как-то Вот А пока Вот из последних кино Это наверное Лучший фильм На эту тему Он такой Какой-то Ну Такой Целостный То есть Да Единственная концовка Конечно Немножко спорная Но Тем не менее То есть Посмотреть советую Короче Время зря не потеряете Если тематика вам Интересна Смотрите смело Смотрите в хорошем качестве Потому что Ну Еще раз Актеры хорошие И декорации отличные И вообще Как бы Снято очень дорого И мощно Вот Ну Я как бы рад Что такое снимают То есть Понимаете Потому что Ну Нельзя В Америке Вообще Как бы В плане истории Нечем особо хвалиться Потому что Они сначала Истребили индейцев Да Там Путем Ну Втирания к ним В доверии Там Ну Все знаете Эти чумные одеяла Ну Истребили просто Нацию Да Под корень вырезали Потом вот Негров привезли Да Стали Сделали из них Рабов То есть Ну просто Как бы Нечем гордиться История Говно То есть Американцам Это сейчас не мешает Жить Понимаете То есть Как ни странно А у нас Гораздо более Славное прошлое Да В этом плане Там Ну И Почему-то У нас Как-то особо Ну Его даже И не вспоминают То есть Как-то и так далее А у них Реально Ну вспомнить нечего Однако Они какие-то Праздники День Благодарения Там Еще какой-то Трешняк Празднуют Там И так далее Ну День независимости Там Понятное дело Ну Короче Суть в том Что Посмотреть надо Ребят Если Если Хоть какой-то Интерес После моего Подкаста У вас Появился То посмотрите Скорее всего Не пожалеете Такие дела Пишите в комментариях Какие-то ваши Возможно Мнения по этому поводу Будет интересно послушать Подписывайтесь на канал Чтоб не пропустить Свежие видосы Всем до скорого Всем пока